Владимир Сергеевич, от лица нашей системы, значит, я дам управляющего, хочу вас поблагодарить за активную жизненную позицию. И вот мы преподносим такую открытку, скромный наш подарок. Значит, уважаемый и дорогой наш Владимир Сергеевич, поздравляем вас с праздником, желаем творческих успехов и процветания, с благодарностью за активную жизненную позицию, почитатели вашего таланта. Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, мы будем работать. Мы вчера встречались с Бахитом Кирибаем, который создал рекламу ММН. Это уникальная личность. Адрианин, таким, он будет? Вот. И о том, что Бахит, раньше, как считалось, реклама это просто халтурка. Ну, если вы помните, до 1994 года. Снимут один ролик и крутят его до посидения, там, месяцами, годами. Он уже противил всем этот ролик. И уже и товар этот не хотят покупать, и его все крутят. А Бахит Кирибаем из этой халтуры сделал искусство. Вот. Вот эту сюжетную линию он придумал. Вначале жену моя должна была играть Марина Сергеевна в первом ролике. Но Бахит прямо перед съемками переиграл все. Вот. И сделал ее одинокой женщиной, Мариной Сергеевной. И меня одного ее сняло. А потом мне нашли жену, Лену Бушуеву. И многие зрители смотрели ее не как рекламу, а как коротковитражные фильмы. Сериал. Да, как сериал такой. И ждали, когда будет следующий. И расспрашивали меня, ну что там будешь, купишь ли сапоги там. Дом в Париже. Экскаватор. Жене Марину Сергеевну спрашивали. Даже вот я читал интервью Сергея Пантелеевича. Мавродин говорит, я прихожу в банк, меня женщина спрашивает. Выйдет ли Марина Сергеевна замуж за Володю. Мы вчера в доме кино встретились с Бахитом Кирибаем. Я ему написал письмо. Говорит, что ребята хотят с вами познакомиться. Что может быть он там планировал какие-то проекты свои. Говорит, может быть наши планы пересекутся. И мы совместим усилия. Вот, ну вчера мы сад-два беседовали в доме кино. И в принципе Бахит заинтересован с нами сотрудничать. И все. Он как бы одобряет эту систему. Поскольку они с Сергеем Пантелеевичем вместе когда-то начинали. И он не только режиссер, продюсер, драматург. Но и где-то немножко политик. То есть это уникальная личность. Его взгляды далеко вперед. Он думает и о не только сегодняшнем, но и о завтрашнем дне России. Не только там фирмы МММ. То есть он настроен на то, чтобы созидать. Созидать, созидать. И чтобы МММ стало как бы частью России. Хотя раньше говорили, что МММ стало государством государстве. Ну, чтобы как одно целое. Чтобы мы шли. Ну, раньше был коммунист. Сейчас, не знаю. К светлому, капиталистическому. Я думаю, компания, система выиграет от того, чтобы Бахит будет с нами сотрудничать. Может быть, мы какие-то ролики сделаем опять, как те были. Ну, естественно, что герой, я думаю, что должен быть мой другой. Более современный. Не мужик от Сахи. Который уже экономику изучает. Более интеллектуальный. И может быть, и личная жизнь ей нужна другая. Там, может быть, жена от него бросит. Когда МММ утопили. И может найдет себе другую, там, молодую женщину. Не знаю. Но это мы еще говорим. Сейчас Андрей поговорит с Сергеем Патеревичем. И мы где-нибудь в начале марта, когда с Питера приедем, встретимся и пересечемся. На телевидении нас, скорее всего, не пустят. Это нужно быть готовым к этому. Тогда Мавроди 10 миллионов заплатил долларов. И по приказу Черномырья отменили. И деньги ему не вернули. Надо сейчас, Владимир Сергеевич, во всех кинотеатрах крутить будут новые. Перед каждым фильмом будут наши рекламы. И на телевидении, как бы не на федеральном, а вот местные. Да, и нам нужно вот, Андрей, он говорил, МММ-ТВ в интернете сделать свое телевидение. Я вот, когда мы ездили в Владивосток, в Уссурийске встречались, там один... Я говорю, мои пьесы, они как психологические, стимулы. А один парень сказал, говорит, это еще и уверенность вкладчиков, что если пьеса идет, там, Пермякова-Голубкова, то все хорошо. Сейчас есть предложение написать пьесу подлинной истории Лени Голубкова. Я уже говорил с Андреем, это будет... Но мы с Андреем обсуждали, уже финансировали. Да, да, да. Это... Не надо от них ничего больше требовать. Достаточно одной фамилии, там, Голубков. Это будет скрытая реклама, потому что на нас прижимает... Вот парень из Новосибирска, Сергей приезжал, говорит, что щиты не разрешают там им весить в Новосибирске. Я думаю, и в других городах. А тут будет как скрытая реклама. Достаточно фамилии Лени Голубков, ассоциации, что Мавроди, что Голубков, ассоциируется все равно с ММЭ. Это будет действительно психологический стимул для вкладчиков, уверенности, что все. Но об этом не надо говорить ни журналистам, никому. Просто это, что пьеса про актера, который снялся в рекламе. Нет, это не Сбербанцы. Вот так. И это будет круто. Вот. Ну и завтра я еще тут с театром сопричастность поговорю. По воду моей пьесы Радима Наденца. Так что, ребята, жизнь продолжается. Я думаю, она может быть интересной. Но нужно быть готовым к любой гадости. Меня журналисты часто спрашивают, что будет. Я говорю, предсказать невозможно. Один парень, вот, Александр, тоже интересная информация. Один парень из правительства мне сказал, в прошлом году еще, где-то буквально весной, 10 января Сергей открыл, вот, ММЭ, 2011. Один парень из правительства сказал, Владимир, я посчитал, что вот эти 15 процентов, статистика, которая утверждает, если по 100 долларов они вложат, то это получается 2 миллиарда долларов. То есть многие банки не засчитаются в нескольких миллионах. И естественно, что они этого как бы не простят, ММЭ, 2011. И под всякими предлогами, как бы забота о народе, они могут вас опять утопить. Вот, а еще мне один мужик тоже сказал, что, Владимир, впереди Олимпиада Сочи 2014, а потом чемпионат мира по футболу в 2018 году, что стране нужны деньги, много денег. То есть дал понять, что ММЭ используют как насос, а потом все отберут, как в 1994 году, в 2017 КамАЗов вывезли. Поэтому нужно быть готовы к худшему. Хотя я журналистам говорю, что если они сейчас опять попытаются закрыть ММЭ, они обнажат себя беспредельщиками. Ну, хотя им наплевать на это, с ним как звусь и вода. Но деньги вряд ли они сейчас уже заберут. Но гадости они будут делать, там, ломать сайты, такие вот пакости, всякие. Поэтому нужно быть готовы. И еще хочу сказать, что меня в том году хотели купить журналисты в конце января. Позвонил мне журналист один, говорит, Володя, хочешь заработать? Две-три тысячи долларов. Я говорю, что я должен для этого сделать? Он говорит, ты должен интервью облажать, Мавроди, опустить. Что он подлец, негодяй, там, меззавец, обманул народ, там, обманул страну, обманул тебя всех. Я говорю, я не сделал этого даже за миллион. И не потому, что я снимался в рекламе МММ, а потому, что тут не виноват Сергей Пантелейский, но акционалит, который, по приказу которого топили МММ. И он больше не звонил. Я к тому, что у вас тоже могут купить, попытаться какие-нибудь чиновники, фирмы конкурирующие, журналисты. Да, те же журналисты, что по статье можно написать. Вот, уходите от этого. Ну, вот, в принципе, если, дай бог, все у нас получится, то, я думаю, мы будем процветать. Надо, что сейчас нам в свои магазины бизнес развивать. Своё интернет-телевидение сделать. Ресторан у нас, да, Андрей, вроде говори, уже купили, да, и не собирается. Вот, то есть, показать стране, что мы не просто там, как бы, бабло собираем, да, а что мы развиваемся, что мы носим свою лепту в развитии экономики России и даём рабочие места людям, и всё вот. То есть, вот этот бизнес, какие-то предприятия, может быть, покупать не только в Москве, а в других городах, а подкрутившись, вливать бабло и производить какую-то продукцию, чтобы она себя оправдывала и давала прибыль. Пусть небольшой, но прибыль. Чтоб не минус работал, а плюс, хотя бы небольшой. Вот, чтоб у нас были аргументы, что вот мы функционируем, ну, развиваемся. И не просто так, коляпчики там. Ну, ну.